Среди больших звезд индустрии, таких как Шахрук, Хамир, Салман Кхан, Акшай Кумар и Аджай Девган, есть один актер, который занял свое место благодаря нетрадиционным персонажам и фильмам. Этого парня зовут Аюшман Кхурана, и он играет роли, на которые вряд ли бы согласились ведущие актеры Болливуда. Аюшман родился в пенджабской семье 14 сентября 1984 года. Родители назвали его Нишант, но в три года отец передумал и сменил сыну имя на Аюшмана. В 17 лет парень попал на телевидение, став участником шоу «Попстарс» на канале Ви. С юных лет его интересовало искусство, он занимался в театральном кружке и даже сам поставил несколько пьес. Увлекался музыкой, пением, письмом и поэзией, любил выступать перед публикой. После школы он поступил в Пенджабский университет, где изучал английскую литературу и журналистику. Но еще во время учебы Аюшман принял участие во втором сезоне молодежного шоу «Гастролеры» на канале MTV и неожиданно стал победителем. Он никогда не питал иллюзии относительно кинематографа. Никто из его семьи не был связан с Болливудом. Папа был астрологом, а мама сидела дома и воспитывала двух сыновей – Аюшмана и его брата Апаршакти. О кино Кхурана даже не задумывался. Оно появилось в его жизни неожиданно после успешной работы на радио в качестве ведущего и работы на телевидении в качестве видеожокея. Одно время Аюшман вел разные передачи – от музыкальных до популярных шоу типа «Индия ищет таланты». Иногда он ходил на кастинги, но успеха не имел. Наконец, в 2012 году парню улыбнулась удача. Он дебютировал с Ями Гаутам в фильме «Вики Донор», продюсером которого выступил Джон Абрахам. Это была нестандартная романтическая комедия, от которой отказались все ведущие актеры отрасли, а Аюшман согласился и не прогадал. Роль Вики Арроры, донора спермы, принесла ему признание критиков и несколько кинопремий за лучший мужской дебют. Он также исполнил в фильме песню «Пани Даранг», ставшую настолько популярной, что ему вручили награду Filmfare как лучшему певцу года. Следующие три фильма Аюшмана – «Король драмы», «Глупости» и «Сын ветра» – провалились в прокате, но вышедшая в 2015 году мелодрама «Моя невеста XXL» вновь удивила критиков и зрителей. С тех пор Кхурана не перестает удивлять выбором фильмов. «Вдохновляющая любовь», где его герой с юмором освещает сексуальные проблемы. «Стреляйте в пианиста», где он притворяется слепым музыкантом и против своей воли оказывается втянутым в убийство. «Поздравляем», где он сыграл парня, чья мать средних лет внезапно обнаруживает, что беременна. «Стреляйте в пианиста» пока что остается одной из лучших работ Аюшмана. За этот фильм он получил национальную кинопремию как лучший актер и премию Filmfare от критиков. Серия огромных хитов Кхураны продолжилась с выходом фильмов «Статья 15», «Девушка мечты» и «Лысый». А вот прошлый год подкачал. Увидевший свет триллер «Иные», комедия «Доктор Г» и экшен «Герой боевиков» прошли незамеченными. Но в этом году у Аюшмана выходит ромком «Девушка мечты 2». В паре с Ананьей и Пандей. И этот проект обещает быть интересным, поскольку он является духовным продолжением одноименного фильма Аюшмана 2019 года. В личной жизни Кхурана уже много лет счастлив с Тахирой Кашьяб. Она была подругой его детства. Они вместе учились в школе, а в 2008 году поженились. В 2012-м у них родился сын Вираджвир, а в 2014-м – дочь Варвара, которую они называют на индийский манер «Варушка». И Аюшман и Тахира являются последователями буддизма. Тахира – режиссер и снимает в основном короткометражки. Ее фильм «Ириска» получил широкое признание критиков. В 2022-м году она сняла свой первый полнометражный фильм «Познакомьтесь с Шармаджи» с Дивьей Даттой в главной роли. Пять лет назад у Тахира обнаружили рак груди. Аюшман вспоминает это время как самое сложное в своей жизни. «Я помню, как поклонники радовались, увидев меня. Просили сфотографироваться, а я хотел просто умереть, потому что узнал о том, что у моей жены рак». После нескольких месяцев терапии и борьбы Тахира смогла победить болезнь. А Аюшман и Тахира стараются проводить друг с другом больше времени и наслаждаться каждой минутой. На сегодня у меня все. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. С вами была Мила. До новых встреч!